Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В Анапе реализуется масштабный проект строительства новых очистных сооружений. На стройплощадке побывал глава курорта Сергей Сергеев. Готов к труду и обороне. Полезная привычка быть здоровым и сильным снова в моде. Внимание! Конкурс! Фотоотчеты об отдыхе в Анапе ждут в администрации города-курорта. На курорте полным ходом идет строительство новых очистных сооружений. Авторы уникального для Анапы проекта рассказали о его преимуществах. Подробности в нашем сюжете. На строительстве новых очистных сооружений, а стройка развернулась рядом со старыми очистными, глава города-курорта Сергей Сергеев не скрывает своего удовольствия. Это завтрашний день Анапы. Потому что наличие воды, наличие центральной канализации, наличие электричества от Бужора сегодня. Это как раз развитие. Без этого всего разговора о развитии просто пустые слова. Стоимость этого объекта 2 миллиарда рублей. Уникальность же его в том, что сооружение на 10 тысяч кубических метров основано на передовой технологии очистки стоков с применением микроорганизмов. Компания Environment Rus, частный инженерно-строительный субъект, использует опыт чешских специалистов и совсем недавно она завершила строительство подобного объекта в Ростове-на-Дону. Среди множества преимуществ современного объекта то, что порядком надоело нашему городу. То есть, если мы ставим запах, да, и ветер. Здесь можно ходить, вообще даже малейших запахов нет. Все это будет очень, поскольку, ну, самая хорошая степень очистки. И вот когда построим, а мы в конце года построим, вы увидите, насколько это серьезное сооружение. На сегодняшний день эта технология является одной из самых прогрессивных, к тому же такие очистные и самые компактные сооружения по очистке сточных вод на планете. Александр Александров одним из первых осваивал технологию Чехии, строил в Арабских Эмиратах. Он, как соавтор проекта, в восторге от его принципиального отличия от старого сооружения очистных. У нас все заключено в один стакан, в одном из помещений все находится. Это нам позволяет сэкономить, во-первых, место, площадь, занимаемая, как видим, классически, и наши сооружения. Особенно вот с высоты птичьего полета, когда мы закончим, это будет однозначно, будет видно разницу между классическими и нашей собственной разработкой. Будущий комплекс будет состоять из двух блоков. В одном механическая очистка, в другом биологическая. И никаких тебе запахов. Напротив, очистные будут выглядеть, как суперсовременный урбанистический сад в стеклянном павильоне. Восточная вода будет чистой и прозрачной, пройдя все стадии очистки, обработанная в конце процесса ультрафиолетовыми лучами. Она не принесет никакого вреда месту сброса на глубоководном выпуске в море. Такой проект и с экологической, и с эстетической, и с экономической точки зрения реализуется в Анапе впервые. Строительство его намечено завершить в октябре, так что сегодня будущие заказчики уже могут планировать подключение к сети, которая протянулась через весь город от поселка Витязева. Это могут быть частные предприятия, могут быть частные владельцы, кто хочет подключиться к городской сети, чтобы септики не строить в частных домовладениях. Вот, может и государственные учреждения. И в продолжение темы уличного освещения, о которой мы рассказывали зрителям во вчерашнем выпуске новостей. Наша съемочная группа вновь побывала на улице Пушкина. Наладка освещения действительно велась. Один за другим зажигались фонари. С наступлением сумерек на улице Пушкина зажигаются фонари, но только по одной стороне дороги. Здание и тротуар напротив тонет в темноте не первую неделю. На неисправной линии наружного освещения ни коммунальной службы, ни руководители санаториев, расположенных здесь, не обращали внимания. Пока на проблеме не заострил внимание глава курорта. Вчера электрики приступили к наладке осветительного оборудования. Провели ревизию, заменили лампочки в фонарях и восстановили обрывы проводов на линиях. На земельном участке в районе Южного рынка приостановлены строительные работы. Обеспечительные меры наложены Анапским городским судом до рассмотрения иска прокуратуры о запрете стройки. Этот милый скверик не имеет ничего общего с тем, что построено на этом участке, который заявлен в городе, как рекреационная зона. 700 квадратных метров будущих торговых помещений за этим глухим забором не первая и, наверное, не последняя попытка застройщиков обмануть город в угоду собственным интересам. Уже в июле здесь должно было быть завершено строительство, но удивительно, как собирался это сделать хозяин и по семерок без проекта разрешения на строительство, без согласования с архитектурой и водоканалом. А так называемый фонтан и не собирался служить горожанам, а прилепился вплотную к торговым павильонам. К счастью, сегодня на этой стройке межрайонная прокуратура совместно с судебными приставами провела исполнительные действия о запрете производства строительно-монтажных работ на углу улиц Чехова и Лермонтова. В Анапской прокуратуре проведена проверка, выявлен факт незаконного строительства на земельном участке, который относится к рекреационным объектам. На данном земельном участке планировалось строительство сквера с фонтаном, ну соответственно, как вы видите, в настоящее время построена железобетонная конструкция, которая является нарушением градостроительного законодательства. Вчера с этой строительной площадки увезли иностранных граждан, но замок на воротах еще ни о чем не говорит. Строители проникают на площадку через дыру в заборе и о том, что жизнь тут кипит, несмотря ни на что, свидетельствуют и инструменты на готове, и рабочие, отдыхающие в тени. Только теперь уже проникновение на территорию стройки чревато более серьезными последствиями. Анапским городским прокурорам направлено исковое заявление о запрете незаконного строительства и сносе самовольной постройки. Вместе с тем, Анапским прокурорам было заявлено требование об обеспечении, о применении обеспечительных мер в виде запрета на строительство. В настоящее время указано требование судом удовлетворено и, соответственно, выдан исполнительный лист. В настоящее время возбуждено исполнительное производство и проводится исполнительные действия по данному поводу. Жители дома напротив проявляли справедливую озабоченность судьбой нелепого строительства. Наверное, это можно было бы считать заботой о городе, если бы не росли у них под окнами сорняки в рост человека. Все-таки чертополох на клумбе – свидетельство равнодушия. О профилактике подростковой преступности и методах работы с трудными подростками. Пошла речь на краевом селекторном совещании. На связь в режиме видеоселектора вышли все муниципалитеты. О важности профилактической работы с трудными подростками, а также их родителями, говорила вице-губернатор края Галина Золина. За пять месяцев, которые мы вместе отрабатываем в этом направлении, у нас снизился порог преступности на 17% с 582 детей, до 481. Хотя вот 481, тем не менее, это есть. И дальше мы потом еще будем говорить, для нас бичом являются повторные преступления, и, конечно же, это повод для совсем серьезных-серьезных разбирательств. Об эффективности работы подразделений по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных докладывала Елена Кочкина, начальник отделения по делам несовершеннолетних МВД Краснодарского края. Несмотря на имеющиеся результаты, считаю необходимым напомнить всем, что сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних, о том, что снижать темп каталогической работы ни в коем случае нельзя. Необходимо искать новые формы и методы. Необходимо вовлекать несовершеннолетних в совместные формы работы совместно с родителями, для того, чтобы в том числе и искоренять семейное неблагополучие на раннем этапе. Как улучшить работу отделов по делам несовершеннолетних, особенно в плане профилактики правонарушений? Одним из направлений Галина Золина отметила, должно быть заимствование опыта. Например, участковых таких районов, как Курганинский, Ленинградский, Кущевский. Нерадивых сотрудников будут привлекать к дисциплинарной ответственности. На сегодня таких сотрудников выявлено 122 в целом по краю. Расслабляться нельзя, ведь зачастую речь идет о жизни и дальнейшей судьбе детей. Второй вопрос с электронного заседания – трудоустройство подростков. Если их занять делом, они, конечно же, не будут слоняться по улицам в поисках приключений, отметила Галина Золина. Муниципалитет Анапы активно работает в этом направлении. Было отмечено, что в Анапе в этом году выделено почти в два раза средств больше на трудоустройство подростков, чем в прошлом году. Планируется трудоустроить 659 подростков в возрасте 14-18 лет. Также на селекторном совещании был рассмотрен вопрос об организации в Краснодарском крае психологической помощи, направленной на предупреждение от безнадзорности, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, асоциального поведения и жестокого обращения в семьях. Готов к труду и обороне. В Анапе на концертной площадке «Ракушка» состоялся праздник в режиме нон-стоп. Анастасия Никитина продолжит тему. Все новое, хорошо забытое, старое. В 12 областях России началось тестирование нового комплекса под старым советским названием «Готов к труду и обороне». В Анапе воспитанники 10 спортивных школ сдают нормативы. Сегодня это тестовые соревнования, это еще пока неофициальные. Мы сейчас опробуем среди наших юных спортсменов от 16 до 17 лет, в основном это воспитанники детской спортивной школы. Комплекс ГТО состоит из шести этапов. Подтягивания, приседания, пресса, отжимания, прыжки через скакалку и челночный бег. Мальчики и девочки сдают нормативы по-разному. Юноши подтягиваются традиционно, а девушки с положения лежа. Рекорд в этом состязании у 13-летней воспитанницы отделения спортивной гимнастики спортшколы «Виктория» Рима Маргарян. Подтянулась 67 раз. Мне понравились пресс и отжимания, потому что я когда всегда тренируюсь, у меня это больше всего получается. Нормативы сдают на время, а пока ожидают результаты, отдыхают и смотрят концерты творческих коллективов. Одновременно работают интерактивные площадки. После соревнований спортсмены соревнуются еще и в пении. Лучшие получают призы. Спортсмены из пензы – пловцы. Специально пришли на интерактивные площадки. Все делегации прыгали через канат. Мне все нравится, очень хорошо, интересно. Тренера нам устраивают разные игры. Победители прошли все этапы с лучшими показателями. Пальма первенства среди юношей. У воспитанника первой спортшколы Эдуарда Казарьяна. Золото среди девушек завоевала Мария Демина из спортшколы номер 4. Это довольно интересно, это увлекательно, для молодежи полезно. Здесь зависит от твоей подготовки. Всем участникам вручили грамоты, значки с аббревиатурой ГТО. Победителям от молодежного совета подарили особые подарки. Подготовили два спецприза, это от мобильной телефона для победителей. Также наградили выдающихся деятелей образования культуры и спорта. Для справки, нормы ГТО существовали с 1931 по 1991 год и теперь возвращаются. Население в возрасте от 10 до 60 лет будет сдавать нормативы по 11 ступеням. Администрация Анапы объявляет фотоконкурс для жителей и гостей курорта, который пройдет при информационной поддержке местных СМИ. Призы – отдых в здравницах курорта в период бархатного сезона. В конкурсе, который проходит с 1 июля по 1 ноября, могут принять участие все желающие. Присылайте свои фото с небольшим комментарием на электронный адрес пресс-службы администрации города-курорта. Лучшие фотографии с интересными и яркими комментариями будут размещены на официальном сайте и опубликованы в анапских СМИ. Для участия в конкурсе принимаются работы в электронном виде. Фотографии в формате JPEG отправляйте на электронный адрес администрации города-курорта до 1 ноября. Каждый участник может оставить не более пяти фото. В конкурсных работах должна содержаться следующая информация – фамилия, имя и отчество автора, город проживания, контактный телефон и адрес электронной почты, название фотоработы, место и по возможности дата съемки. Обладатели трех призовых мест получат возможность отдохнуть в анапских здравницах. Приз за первое место – 10 дней отдыха, за второе – 7 и за третье место – 5 дней. Имена победителей будут объявлены в феврале 2015 года на ярмарке путевок детского и семейного отдыха «Анапа. Самое яркое солнце России». Возможность отдохнуть в санаториях курорта будет предоставлена в мае и сентябре 2015 года. Бархатный сезон в Анапе – это волшебное, незабываемое время, поэтому осуществите свою мечту, участвуя в конкурсе. Рассказ об отдыхе победителей с их впечатлениями будет размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Город-курорт Анапа». Лучшие фотографии будут представлены на выставке, посвященной открытию курортного сезона 2015 года. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 104. В четверг, 3 июля в Анапе будет малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 23-25, ночью до плюс 21 градуса по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин